Здравствуйте, друзья! Вы на канале Делимся опытом взаимных. Сегодня я вам покажу томаты, проверенные Сибирью и проверенные лично мной, с которыми я знакома, которые я высаживала и некоторые не по одному разу. Все они крупноплодные, очень сладкие, вкусные. В общем, смотрим. Начнем с такого томата, как вельможа. Вот здесь фотография моя. Я, как всегда, тороплюсь и фотографировала его, еще будучи зеленым. Но здесь я вот сидела и насчитала 11 плодов крупных, вот такой урожайный. Здесь вот он у меня рос в рассаднике, но я его высаживала в открытом грунте и только прикрывала на ночь укрывным материалом. Там он тоже очень даже себя хорошо показал, вела его в два стебля и у него плоды были до 475 грамм доходили. И даже он там вызревал. Может быть, такой был год хороший и даже вызревал. Вот такой замечательный томат. 80 сантиметров где-то его высота. Сердцевидный, вкусный, сладкий, замечательный. Розовый мед. Розовый мед в открытый грунт я не сажала, но сажала моя знакомая нынче. И мне писала в одноклассниках, говорит, до килограмма у нее были плоды. И я ей верю, у меня таких плодов не было. Вела тоже в два стебля. Был вкусный, урожайный, но до килограмма плодов у меня не было. Наверное, самый большой был грамм 400. Розовый мед. Вполне можно сажать в открытом грунте. Он детерминатный. Сантиметров тоже, наверное, 80, может быть, метр. Вот такой томат. И тоже он проверенный Сибирью. Забыла сказать. Я живу в Сибири, в Восточной Сибири. И точно вам скажу, что я их проверила Сибирью. Не только семена проверены Сибирью, но и томаты проверены Сибирью, проверенные мной. Настенька. Вот такой замечательный тоже томат Настенька. Вот как здесь пишут, до 500 грамм. Вот так они и бывают. Первые плоды бывают до 500 грамм. Настенька не посынкуется. И это очень даже хорошо, что он не посынкуется. Посадил и забыл. Разве только как прикрывать его. Ну, что прикрывать? Не только прикрывать. Ну, и соответственно, кормить, рыхлить, поить и прочее. А вполне можно высаживать в открытый грунт. Да и нужно высаживать в открытый грунт такие томаты, как Настенька. Вот Петруша Огородник и Сибирская Тройка. Эти два томата, понимаете, их даже по отдельности про них говорить-то не стоит. Они как братья-близнецы. Только Сибирская Тройка как бы красный, а Петруша Огородник как бы розовый считается. Но они такие замечательные, такие вкусные, тоже не посынкуются. Много плодов. В общем, я его высаживаю каждый год и на рассаду рощу, продаю рассаду. И сама себе оставляю кушать и консервировать. Они универсального типа идут хоть на то, хоть на другое. Вот такой томат как лентяйка. Я его как-то посадила один год и что вы думаете, не почитала путем, посынковала, оставляла три стебли. Я думаю, ну для открытого достаточно. А оказывается, урожай-то на пасынках. И лентяйка у меня был не очень урожайный. А вам говорю, что посынковать не надо. Семена потом отправляла приятельнице Верочке. Верочка, привет. И она мне очень его хвалила. Такой урожайный, крупноплодный был томат. Вот томат, любимый праздник, севрюга. И можно даже сказать, к ним отнести вот такой, как буденовка. Вот буденовка, это уже моя фотография. Вот эти все три томата очень-очень достойные. И ростом у них примерно, рост одинаковый до метра где-то в открытом грунте. Все они растут. Правда, любимый праздник. Нынче посадила в открытом грунте. И у меня урожай там был не очень-то хороший. Он лучше, наверное, любит, чтобы его сажали хотя бы в рассадник. Вот так вот. А вообще написано, что детерминантный и растет. Возможно, у меня вот так он как бы не очень себя показал. Но севрюга и буденовка прекрасно. Я их посадила в открытый грунт. И у меня не было даже приспособления для них, чтобы закрывать. Таких не закрывала. А они наросли, да столько много. И уже начали менять окраску. Ну, конечно, не созрели. Я их собрала. И они у меня дозаривались дома. Ну, и вот такой томат последний, как алсу. Алсу тоже детерминантный. Очень даже вкусный. Это моя фотография. Выращивала, правда, я в теплице. Но он вполне может расти в открытом грунте. Вилавдова стебля. Он не такой томат, что можно не посынковать. Он как раз посынкуется. Как любимый праздник. Буденовка, севрюга, так и алсу. Вельможа. Их, конечно, розовый мед. Их нужно посынковать. Вот только такие. Настенька, Петруша, Огородник, Сибирская тройка и Лентяйка. Их, конечно, не посынкуют. Друзья, оставайтесь со мной на канале. В следующем ролике я покажу беспроблемные сорта томатов, которые можно посадить у нас в Сибири. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписался. А кто подписался, жмем на колокольчик, чтобы не пропустить мои видео. С вами была Наталья Гелезудинова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!